Хорошее занятие Всем привет, ребята! С вами снова я, ваша музыкальная фея Фарида. Ой, ребята, смотрите! Что это? Письмо. А как она сюда попала? Хотя, когда я шла сюда, я видела, что летала чайка, а в крюве у нее было письмо. Она искала ребят. Давайте посмотрим, что в нем. Угу. 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 Это письмо с чайкой нам прислал доктор Айболит из далекого-далекого острова в океане. Он пишет, что на острове все звери заболели какой-то неизвестной болезнью и разучились смеяться, улыбаться и радоваться. Он никак не может их вылечить и просит помощи у нас, у веселых ребят. Ребята, мы сможем ему помочь? Давайте попробуем. А для того, чтобы нам отправиться на путешествие к острову, на чем мы с вами поедем? Правильно, мы с вами поплывем на корабле. Ребята, а на что похож этот звук? Правильно, на большую трубу корабля. Поплыли? Плывет, плывет кораблик, плывет издалека. Сидят на нем ребята, на основных моряках. Плывет, плывет кораблик, плывет издалека. И даже лягушата завиняют друзья. Ой, ребята, смотрите, какие волны сильные. Нас качает. Ребята, а давайте немного отдохнем и сделаем пальчиковую гимнастику про краба. Ветер дует, задувает, пальму в стороны качает. А под пальмой краб сидит, и грешня не шевелит. А под пальмой краб сидит, и грешня не шевелит. Чайка над водой летает, и грешня не шевелит. Чайка над водой летает, и за рыбками не ныряет. А под пальмой краб сидит, и грешня не шевелит. Под водой на глубине крокодил лежит на дне. А под водой на глубине крокодил лежит на дне. Супер! Молодцы! Ребята, вы видите остров? Давайте посмотрим в бинокль. Ой, ребята, я вижу остров с доктором Айболитом и зверятами. И звучит какая-то музыка. Давайте послушаем ее. Ой, какая грустная музыка, да, ребята? Скажите, а под нее хочется веселиться или танцевать? Конечно, под нее хочется грустить и плакать, да, ребята? Здравствуй, доктор Айболит! Ребята, я лечу-лечу своих зверей, а они все грустят. Никакие витамины им не помогают. Потом я понял, все дело в музыке на острове. Это она виновата, что зверята все время плачут. Может, у вас есть какая-то веселая музыка, чтобы они наконец-то перестали плакать? Конечно, у нас есть, ребята. Давайте подарим им танец. Мы с вами вспомним, на чем приплыли. Правильно, на корабле. Значит, мы кто? Мы моряки. Молодцы! Вот и станцуют танец веселых моряков. Каблучок, каблучок, попляши красиво. Пляшет, пляшет, маячки, пляшет все на диво. Покружились, 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 танец. Ручкой, палочкой мы сложим, и чечет, и рот добьем. Мы приехали на праздник, яблочко писать начнем. Покружились, 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 танец. Пайф и Мобель дружно смотрим, сколько здесь у нас гостей. Мы приехали на праздник, потанцуем веселей. Покружились, покружились, и рот добьем. Покружились, 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 пляшет все на диво. Мы поднимем моряки. Морец на море, слева мы плывем не устаем. Смелый море под колено, мы нигде не пропадем. Друг по другу мы шагаем, дружно честь все отдаем. Все гостины поздравляем с классничным веселым днем. Ребята, посмотрите, как блестят глазки у зверя, какие они радостные. Дай пять. О, замечательно. Что мы посоветуем доктору Айболиту, чтобы зверята больше не плакали? Правильно, слушать веселую музыку. Ребята, большое вам спасибо за помощь. Пожалуйста, доктор Айболит, обращайтесь. Ребята, а нам пора заканчивать. Пока-пока.